МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сыграны последние матчи года в одесском турнире первого раунда Украинской баскетбольной и студенческой лиги. В зимнем переносе Одессы проведены матчи второго тура. А теперь об этих темах более подробно. 16 декабря в спорткомплексе «Олимп» прошел ответный поединок 1-8 финала Кубка ЕКВ между южненским химиком и финской командой «Кангасала». Напомним, что первая встреча этих соперниц, составившаяся неделю ранее в Финляндии, завершилась победой многократных чемпионок Украины со счетом 3-1, что, по сути, должно было облегчить задачу нашей команде в повторном матче. Но не тут-то было. Темп в игре задали финские волейболистки, которым в большей степени необходимо было рисковать в этот вечер. В дебюте первой партии южнские волейболистки вынуждены были отыгрываться вплоть до счета 7-10, после чего на подаче Аллы Политанской чемпионки Украины сумели преломить ход игры и довести стартовый игровой отрезок до своей победы 25-22. Второй сет для химика начался еще хуже, нежели первый. Подопечник Сергея Голотова умудрились отпустить «Кангасала» на расстояние в 6 мячей 4-10, после чего предприняли целую серию попыток настигнуть финских волейболисток. Однако все, на что оказались способны хозяйки игрового паркета в этой партии, так это трижды сократить разрыв счета до минимума, так и не догнав соперника. А вот гости из Финляндии, выиграв вторую партию со счетом 25-20, статус-кво в большом счете восстановили 1-1. Третий сет начался с уже привычного для химика в этот вечер провала 5-11. Но если в предыдущей партии южнские волейболистки хоть как-то пытались переломить ход развития событий на площадке, то вот в этом игровом отрезке их действия были какими-то безнадежными, что и привело к аллогическому поражению 17-25. Многие не сыграли, многие позиции наши. Знаете, я не люблю обсуждать игроков команды за пределами раздевалки или за пределами коллектива. Это внутрикомандное какое бы дело. Но очень многими позициями, да я, если честно, ни одной позиции не доволен после этой игры. Очень здорово играла команда Финляндии. Очень здорово. Как будто они в гостях играли. Но знаете, очень была похожая игра на игру на шутом. Как ни настраивая команду, все равно подсознательно где-то команда настраивалась легко выиграть. Ненамного лучшее подопечник Сергея Голотова провели и четвертый игровой отрезок этого матча, в котором первые роли на площадке вновь были отведены игрокам финской «Кангасалы». Хотя до середины партии соперники и шли вровень 10-10. А вот дальше в игре нашей команды произошел очередной сбой, вследствие которого партия юнинской команды была проиграна 16-25, а вместе с ней и весь матч 1-3. Впрочем, последний шанс зацепиться за путевку в четвертый финал Кубка ЕКВ у подопечник Сергея Голотова все же еще был. Это золотой сет, который начался с двух ошибок финских волейболисток. Возможно, они-то и предопределили будущего лидера этого ключевого отрезка в противостоянии «Химика» и «Кангасалы». Юнинские волейболистки, наконец, сумели найти в себе силы и эмоции для ключевого в этом матче момента. Создали себе комфортный задел в счете 9-3, который впоследствии довели до логического завершения 15-12. Вместе с победой завоевав путевку в четвертый финал Кубка ЕКВ. В первую очередь, я хотела бы поздравить «Химик» с победой и пожелать им удачи дальше в Еврокубке. Это действительно хорошая команда, и у нас была хорошая игра. Конечно же, я очень горд за своих игроков. Я ожидал, конечно же, что они выиграют. Наша команда сделала все возможное для этого. У нас в этой игре были намного лучше подачи, но я думаю, что девочки запаниковали, немножко разнервничались, и поэтому мы не смогли до конца дыграть эту игру так, как бы мне хотелось. В первую очередь, хотелось бы извиниться перед зрителями, перед начальством, всеми, кто пришел за нас поболеть. Игра не поддается никакому описанию, никаким комментариям, нам нет оправданий. Слава Богу, что выиграли золотой сет. Там мы чуть проявили характер, это радует. Ничего не могу сказать, потому что нет ничего положительного, честно. Так мы играли безобразно, не знаю даже, что сказать честно. Если бы мы играли там, там так же, было бы счет 0-3, далеко не в нашей пользе. Я не знаю, мы дали отдохнуть игрокам, мы готовились тщательно, мы не расслаблялись, мы настраивались на игру. Почему так получилось? Ну, надо думать, надо думать. Хотя, знаете, ну, вы же были свидетелем всех этих игр, которые происходили в Фенербахче. Когда мы дома проигрывали 3-1, а на выезде выигрывали 3-2, играли золотой сет. К сожалению, проигрывали. Точно так же было и у нас, и с Дрезденом. Когда мы дома проигрывали 3-1, а там выигрывали 3-1. К сожалению, проигрывали золотой сет. То есть, ну, это нормальная практика. Я не скажу, что наша команда на голову сильнее, или по каким-то позициям сильнее, чем команда Финляндии. Посмотрите, команда Финляндии укомплектована хорошо. Есть диагональный игрок «Американка», есть четверочный 17-й номер. Есть связующий игрок. Связующий игрок, я думаю, очень высокого класса. Очень высокого класса. И плюс «Либера», который там, ну, прием свыше 75%. По защите. Понимаете, если вот так вот говорить, ну, где-то у нас может по росту, хотя тоже по ростовой данной там нормальные вполне. Я не скажу, что если брать индивидуальную игру, то я бы не сказал, какая команда сильнее, если бы я был посторонним зрителем. В четвертьфинале Кубка ЕКВ соперником юбинского «Химика» станет немецкий клуб «Шверенер», с которым подопечные Сергея Голотова дважды сыграют в конце января месяца будущего года. В этом же году чемпионкам страны необходимо будет защитить титул обладельниц Кубка Украины, финал четырех которого состоится в Южном 23 и 24 декабря. В первом полуфинале сыграют «Орбита» и «Галычанка», а во втором «Химик» и «Севродончанка». С разгромной гостевой победы начал свое выступление в рамках ТОП-32 Кубка Европы ФИБА южненский баскетбольный клуб «Химик». 16 декабря подопечные Олега Юшкина в Дании встречались с местной командой «Бакенбирс» и уверенно обыграли своего соперника с разницей в более чем 20 очков – 75-51. Уже в стартовой четверти чемпион Украины смело заявил о своих решительных планах на поединок, выиграв отрезок со счетом 19-11. Две последующих десяти минутки соперники провели практически на равных, а вот заключительная четверть вновь превратилась для датских баскетболистов в сущий кошмар. В составе «Химика» в этом матче больше всех очков набрал Мэтью Шоу. Их у него в активе оказалось 19. По 12 баллов в копилку украинского клуба принесли Брентон Фрейзер и Александр Антипов. Американец при этом раздал еще и 10 результативных передач. 10 очков в активе Вячеслава Петрова. В свой следующий матч в рамках Кубка Европы ФИБА «Химик» проведет на домашней арене 6 января 2016 года против бельгийского клуба «Белфьюз Монс», который в свою очередь 15 декабря обыграл на своей площадке литовский «Ювентус» 77-57. Сыграны последние матчи 2015 года в одесском турнире первого раунда Украинской баскетбольной студенческой лиги. Соревнования под группой «Черное море» будут продолжены уже после зимних каникул, так что сейчас мы можем определить, с какими чувствами команды-участницы будут встречать Новый год. 15 декабря в спорткомплексе Одесского национального морского университета составилось две игры, которые внесли дополнительную ясность в турнирные таблицы мужских и женских команд группы «Черное море». Понятно, что с особенным интересом все ожидали противостояния девушек из морского и педагогического университетов. Основу команды водников составляют игроки «Он Муви Мар» – участника женской лиги чемпионата Украины. За педагогический университет выступает несколько действующих и бывших игроков серебряного призера национального перенства команды «Интерхимзюшор» имени Бориса Литвака. В частности, мы увидели на площадке двух участниц Балтийской лиги – Кристину Карп и Юлию Мусиенко. Опыту соперниц девушки из водного противопоставили сыгранность и азарт, а лидером команды «Он Му», как всегда, выступила опытная Анастасия Усова. Первую половину игры выиграла команда из педагогического – 36-31, но после большого перерыва хозяйки площадки перехватили инициативу и после третьей четверти счет уже был ничейным – 43-43. В очень напряженной концовке встречи нервы крепче оказались у подопечных Леонида Парвадова, которые и сумели вырвать победу со счетом 59-56. После девушек на площадку «Он Му» вышли команды тех же вузов, но уже состоящие из ребят – студентов морского и педагогического университетов. Здесь серьезной борьбы не вышло. Правда, одесский МЮ после двух четверти выигрывал не очень много – 31-28. Но в дальнейшем «Красные дьяволы» из «Он Му» значительно прибавили оборотов и выиграли вполне убедительно – 72-42. В тот же день, 15 декабря, состоялась еще одна игра мужского турнира, в которой студенты Политехнического университета выиграли у команды Стрытельной академии со счетом 63-57. В канун новогодних праздников и зимних каникул турнирную таблицу под группой «Черное море» в соревновании мужских команд возглавляют студенты из Морского университета, которые выиграли все семь проведенных встреч. По одному поражению имеют команды Политехнического университета, Морской академии и Аграрного университета. У девушек две команды уже завершили свое выступление в групповом турнире первого раунда студенческой лиги. Команда «Он Му», которая выиграла все шесть матчей, досрочно завоевала первое место, ведь все другие участники имеют по меньшей мере по одному поражению. Девушки из экономического университета также провели шесть встреч, но выиграли лишь один раз. Наиболее вероятными претендентами на места в первой тройке остаются команды Педагогического университета и Строительной академии, которые пока проиграли по одному разу. Соревнования в группе «Черное море» Украинской студенческой лиги будут продолжены после того, как в одесских вузах будут возобновлены занятия в весеннем семестре. Ориентировочно это произойдет в конце февраля или начале марта будущего года. 13 декабря в зимнем перенстве Одессы по футболу прошли поединки второго тура. А в группе «А» кадеты черномурца обыграли «Хаджибей-2-1». Действующий победитель этого турнира «Жемчужина» взяла верх над коллективом «Витязь-3-2». Команда «ДСШ-11» со счетом 2-1 обыграла представителей торговой сети «Копейка», а представитель второй лиги «Реалфарма» забил три безответных мяча ворота команды «Одесса-Балканы-2». После двух стартовых матчей лидерство под группе «А» захватили «Жемчужина» и «Реалфарма», в активе которых по две победы. В группе «Б» 13 декабря были зафиксированы следующие результаты. Черноморец-99 сыграл в ничью 1-1 с футбольным клубом «Иличевск». «Реалфарма-2» разгромил «Форстарт» 4-0. Летний чемпион города «Атлетик» добыл победу в матче против «Соха-нет-3-1». А «Люксион» оказался сильнее второй команды «Жемчужины» 3-0. После поединка второго тура во главе турнирной таблицы под группой «Б» обосновалась команда «Атлетик», которая имеет в своем активе две победы. Игры третьего по счету тура зимнего первенства «Одессы по футболу» пройдут на тренировочных базах в Отраде и по улице Архитекторской в воскресенье 20 декабря. На этом у нас на сегодня все. С вами был еженедельник «Оспорт». До встречи в понедельник! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова